Девушки отдыхают С того осеннего дня, откуда мы сегодня начинаем отсчет, минуло не просто сто лет, а целая эпоха научных открытий. На человека хлынула еще звуковая лавина. Вот представьте, что мы всего этого как будто бы не знаем, живем в провинциальном Екатеринбурге, ни кино, ни радио, ни телевидение, не знаем, что такое слово интернет. Семь музыкальных нот наживут только в песнях, праздники все пляшут под гармошку, жеманные барышни перебирают клавикорды, духовой оркестр и заезжая оперная труппа свергают в неописуемый восторг все местное общество. Зал чрезвычайно обаятелен и привлекателен своей камерностью, небольшими масштабами. И самое удивительное то, что в таком, казалось бы, небольшом помещении, как зал музыкального училища Менчайковского, такая великолепная акустика. До сих пор никто не может из современных акустиков разобраться, почему, откуда такие свойства. Но у этого помещения какая-то вот своя очень добрая, располагающая к себе вот эта аура, которая, ну, просто манит к себе, привлекает. Лирик под знаком Скорпиона, оперный спектакль с дозволением начальства, Анна плюс Мария, сколько стоит настоящая благотворительность, об этом сегодня в 29-м выпуске «Истенбургских тайм». Концертный зал училища Чайковского помнит многие имена выдающихся музыкантов, которые прославили Россию, музыкантов, которые знают во многих странах мира, практически во всех странах мира. Это выдающийся вокалист и выпускник музыкального училища Александр Филиппович Ведельников, народный артист, солист Большого театра. Наши учебники в этом зале слышали, эти стены помнят, как играл Генгерф, доставочный гаусс, как дирижировал здесь выпускник училища тоже. Народный артист, хормейстер Большого театра СССР Хазанов, Андрей Соколов, солист Большого театра, заслуженный артист. Это трехэтажное здание, построенное в классическом стиле, на бывшей клубной, теперь Первомайской, под номером 22. В нем так называемый двухсветный зал, уютный вестибюль с лестничным пролетом, фойе, сцена, масштабность и представительность внешнего облика, рельеф постика с фронтоном, порталом, балконные двери и прочее, все отличает академическая точность рисунка и тщательность исполнения. В декоре барочные и ренессансные детали. По отзывам газет с начала века, в кругу сооружений культурно-зрелищного назначения на Урале концертный зал Маклецкого аналогов не имеет. Автор проекта, известный архитектор Юлий Дютель. Дело в том, что в 1972 году был открыт Сибирский торговый банк и началась комплектация штата. И вот тогда как раз был приглашен выпускник Петербургского коммерческого училища Маклецкий Илья Захарович. В некоторых документах он называется кандидат коммерции. И он сразу попал на должность главного бухгалтера. Вот уже с 1972 года он проживал в Екатеринбурге. Причем сразу же, вот как только он приехал, видимо у него такие были уже своеобразные артистические наклонности, или по крайней мере он вращался в определенной среде. Потому что тут же вокруг его дома, вокруг его семьи, сложился целый кружок екатеринбуржцев, которые интересовались музыкальной культурой. Это в частности семья директора мужской гимназии Всеволода. Это Павел Михайлович Вологодский, тоже известный местный преподаватель. Они уже тогда начали музыкальную гостиную организовать. Именно тогда они поставили первую оперу в истории Екатеринбурга «Трубадур». С участием профессионально-артистки Леоновой. Причем, ну, сам-то Маклевский он никогда не пел и не участвовал в концертах. А вот его супруга Мария Николаевна, по воспоминаниям Леоновой, она как раз помогала организовывать хор для постановки этой оперы. Кстати, здание того сибирского торгового банка сохранилось. Оно и сейчас на центральной площади города. Здесь же рождается его дочь Анна Ильинична, будущая солистка Большого театра. И вот, собственно говоря, с 80-го до 1902 года, то есть до даты его смерти, он проживает в Екатеринбурге. Хотя он довольно много путешествовал по роду своей деятельности, потому что филиалы банка находились во многих городах Сибири, Урала, Центральной России. Естественно, ездил он в Петербург неоднократно, Ирбитская ярмарка, Нижегородская ярмарка. И еще такой маленький штришок он любил рисовать. Рисовал, может быть, не очень хорошо, но рисовал постоянно. У него были альбомы с собой, ведь куда бы он ни ездил, он делал различные зарисовки. И одновременно он активно участвует в общественной жизни Екатеринбурга. Еще в 1977 году он вступил в Уоле, но такая тоже черта его характера. Он, как правило, не стремился к каким-то ярким выступлениям. Как правило, это теневой лидер, человек, который старался оставаться за кадром, но быть полезным. Для Уоле он чаще всего жертвовал книги, помогал в организации Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки. А для музыкального кружка он выписывал декорации, он выписывал журналы, ноты. Говорят, у века и времени свои законы. Каждый сам открывает для себя мир, и каждая дорога начинается с собственного шага. Вот взял банкир и построил на своих деньги концертный зал для музыкального кружка. Там уже был хор, оркестр, солисты, работавшие профессионально. О постановках свидетельствуют афиши тех лет. Есть легенда, что построил он концертный зал главным образом для дочери Анны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению, много рассказать о Маклецкой я не могу. Может быть, пожалуй, я благодаря вам теперь кое-что о ней знаю. Уголок, посвященный музыкальному кружку и среди фотографий участников музыкального кружка Анны Ильинична Маклецкая. Это вот, пожалуй, все, что я и знала о ней. Что есть дом Маклецкого, который был построен ее отцом, что пела она в музыкальном кружке, затем она была солисткой Большого театра, что голос у нее мета-сопрано, значит, какие она могла бы петь партии тогда. Это Любаша, царская невеста, это Кармен, Аида, Амнерис и другие оперы. Вот, пожалуй, и все. Чем же объяснить тягу юридиндурской публики именно к опере? Наверное, потому что это торжественное искусство. И, кстати, это тот случай, когда можно было показать наряды и украшения. Меха, золото, бриллианты. Только вот остается загадка. Для кого все-таки банкир построил зал? Для дочери или чтобы удержать доскучавшую в провинции супругу? Я бы поспорил с тем, что он строил для дочери. У него, так сказать, вторая дочь певучая была. Еще была Мария Ильинична Копейщикова, по замужеству уже Копейщикова. Тоже она пела, но, правда, не профессионально, а любительница оставалась. Дело в том, что открытие зала состоялось 1 октября 1900 года. А она уже с 1999 года пела в Большом театре. Я сомневаюсь, что она променяла бы столичный театр на провинциальный музыкальный зал, где только в основном были любители. Поэтому я думаю, что он, скорее всего, строил для музыкального кружка. Причем в общественности, вот это, среди газет, там, в принципе, так и говорилось, что он-то построил именно для музыкального кружка. Причем 5 октября, вот через 4 дня после открытия музыкального этого концертного зала, состоялось собрание музыкального кружка, отчетно перевыбранное. И он был выбран председателем кружка. То есть во многом в знак уважения вот к его, так сказать, заслугам. А что касается семьи, то вот к этому времени одна дочь уже была замужем в Копейщикова, другая в Петербурге, в Москве обреталась. Она, в общем-то, с концертами ездила по всей стране, потому что Харьков, Киев, Нижний Новгород. И работала с известными прославленными артистами, такие как Леонид Собина, Федор Шаляпин, пела вместе, там, Нежданова упоминается. То есть вообще широкий круг у нее. Ну а сам, вот, если же супруга, вот такой момент интересный, супруга, к сожалению, исчезла. И до сегодняшнего дня неизвестно в каком направлении. То есть, скорее всего, она вернулась в Петербург. Для тех, кто еще не понял, о каком зале идет речь, это старый корпус училища имени Чайковского. Десять лет зал на серьезные реставрации. И без помощи современных маклетских работы просто не завершатся никогда. Еще совсем юной девушкой я приходила в этот зал и в восторге смотрела. Все тут были очень красивые барельефы по стенам. И слушали изумительную музыку. Я раньше никогда этого не слышала. Народу было полно. Зал был переполнен. В этом зале проводилось все. И репетиции, и занятия с педагогом, и встречи с музыкантами. И все было в этом зале. Это было основное звено в музыкальном развитии нашего Урала в то время. Потому что это были 30-е годы. Поэтому еще не было консерватории, не было филармонии. И вся музыкальная жизнь проходила в этом зале. Лучшей акустики нигде не было. Поэтому все солисты с удовольствием приходили и играли. Потому что все звучало прекрасно. Нигде больше такого зала не было здесь. 1 октября 1900 года состоялось торжественное открытие зала. А спустя два года его хозяин Илья Захарович Маклетский скончался. Отпевали его в церкви Вознесения. Там даже такая вот есть процедура. То есть его отпили в церкви Вознесения. Потом его тело на руках. То есть гроб с его телом несли по Вознесенской улице. Донесли вот до банка на главном проспетке 27-29. Там еще состоялось, так сказать, отпевание. И затем вот уже по улице Успенской, нынешняя улица Вайнера, его понесли в сторону монастырского кладбища. Там он, собственно говоря, и был предан земле. Его портрет находился, насколько я знаю, вот в этом самом зале музыкальном очень долго, по крайней мере в 11-12-м году. И вот точно, что он существовал. Думаю, что скорее всего он исчез. Наверное, это уже в революционном, в 17-м году скорее всего, когда у нас тут полотачинского полка отличились. Ну а так вот память о нем довольно серьезно сохранялась. Он очистился долго и время почетным членом кружка музыкального. И вот и в зале тоже был его портрет. О нем помнили. Ну, конечно, могилы, как и многие могилы, нет ограничений. Да, то есть все могилы, которые находились на монастырском кладбище, к сожалению, ни одна из них не сохранилась, в том числе и его могила. После смерти банкира Маклецкого владельцем концертного зала становится тогдашний глава города Абухов. А чуть позже зал перешел к Соломирскому, у которого любовь к музыке была настолько сильной, что он стал тяготиться своими сосерскими заводами. Но это уже следующая история и это в следующий раз. Продолжение следует...